Всем добрый вечер. YouTube канал за перенеями. Продолжаем наше похождение по аликанте. Есть настроение еще поснимать и надеюсь, что хватит памяти. Если вдруг видео оборвется, но прошу прощения, потому что я пока монтажом видео не особо так хочу заниматься. Оборвется, сделают следующее видео. Думаю, что вы сильно не огорчитесь. Но должно хватить еще на 10 минут. Мой стандартный такой формат должно хватить. Мы идем, кстати, мимо рынка центрального. Можно сказать, тоже по центру города. Всякие ламочки есть фруктовые. Все что угодно, в принципе. Классическая аликантийская современная морская архитектура. Не знаю, как называется правильно. Какой-то испанский конструктивизм, я думаю. Вот такая классическая Испания. Классический город Аликанте. Как я говорю, не Париж, но очень приятно жить. Там тоже День Санта-Барбара гора. Меркада Централь закрытый. И вот тоже кафешка, кстати, достаточно популярная здесь Лара Тонда. Здесь достаточно много всегда сидит народу. Видите? Здесь в основном испанцы сидят. Я вот не помню, показывал ли я это места вам или нет. По-моему, показывал, но днем. А вот так это все выглядит как бы вечером-ночью. Ну, вечером. Поздним вечером. Вот, пожалуйста. Люди сидят, играют. Ну, а мы с вами идем дальше. Наверное, пойдем как-нибудь здесь. Пишите вам как город, что нравится, что не нравится. Не всем нравится, конечно, Аликанте. Что говорить? Постоянно читаю на других, как бы и других блогеров. И вообще мнение такое, что вот город такой какой-то непонятный. Ну, друзья, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Если говорить о минусах, вот опять же, давайте поговорим про минусы. Я скажу так. Чисто с точки зрения как бы города, вот чтобы опять же было все объективно, я скажу, какие минусы я для себя вот выделил за два года жизни. Именно как город. Это все-таки больше хотелось бы озеленение. Потому что такие есть большие деревья, да, но они есть не везде. Вот, есть улицы совсем как бы без деревьев. Это не напрягает особо, то есть, вот. Но, в принципе, просто вот если улучшать, то улучшать можно в сторону озеленения, да. Тем более, что сейчас современные технологии позволяют и в пустыне высадить, как говорится, оазисы. Вот, причем не нужно много, можно просто, вот я считаю, что на любой улице Аликанта можно сделать на каждой улице. В конце улицы на перекрестках хотя бы по одному, по два дерева. Вот, как бы крест-накрест. И это будет уже очень-очень интересно. Потом, что еще, допустим. Ну, лучше мыть город нужно, да. То есть, еще больше можно его, как бы, тем с уборкой улиц. То есть, они умолят, да, убирают все это. Но, как бы, грязь, допустим, мусор не валяется особо на улице, такого нет. Но есть такое ощущение некоторое, может быть, неотмытости в каких-то моментах. Ну, то есть, конечно, объективные причины. Климат жаркий, это все. Вот, но, как бы... Можно улучшать, да, как говорится, нет предела совершенства. Не могу сказать, что Аликанта там грязнее Москвы. То есть, я думаю, что он все-таки чище. Ну, вот, объективно. Потому что здесь банально вот приходишь даже с улицы у тебя, но обувь чистая. Понятно, что и климат, и все вот это. А, мы, кстати, гуляли здесь недавно с вами. Видите, даже есть такие пробочки у нас. Потому что люди паркуются, запарковываются. Ну, и вот. Вот, и, соответственно, озеленение побольше, получше мыть улицы. Вот. И третье, я бы придумал какую-то такую программу интересную бы по помощи. Потому что, конечно, люди не могут там, ну, как-то им надо помогать. То есть, это нужно продумать. Не нельзя требовать это там от хозяев домов, да, от коммунидатов. Нужно требовать именно... Ну, не требовать, а, в смысле, нужно придумать такую программу. Было бы неплохо какое-то софинансирование, может быть, ремонтов фасадом, да, подкрашивание вот этого всего. Потому что, конечно, тогда город можно было бы сделать просто, ну, конфеткой вообще. То есть, другое дело, что, когда бы здесь это было, все смотрелось, как, ну, сказочный такой городок. И цены бы сразу взлетели. И понятно, что стоимость была бы в жизни другой. Как бы, поэтому я уже не уверен, что это прям уж сильно нужно. Я бы не хотел, что тут сильно стало все дороже, как бы, да, до простого человека. А это будет неизбежно. Вот, поэтому, ну, так чисто, как вариант. Как вариант такой можно просто, вот, ну, как здесь улучшать. Что лучше, да, в городе, вот, на мой взгляд, опять же. Я не урбанист, не архитектор, не проектировщик, но просто вот взгляд такой. Вот. А, и четвертая вещь. Я бы взял какие-то больше вот такой вот, как в Барселоне, например, есть велопрокаты. Такие более централизованные. Допустим, абонемент покупаешь там, вот. И ты можешь пользоваться велосипедом таким муниципальным, городским. А этого как бы здесь вот нет. Здесь отдельные велопрокаты такие. Но централизованные системы, вот такой интегрированной в городе, этого как бы нет пока. Вот. Я бы такое ввел. Или какие-нибудь электросамокаты. Немножко пересмотрел бы вот эти траектории велодорожек. И вообще их побольше везде на, как бы, сделал бы. Потому что все-таки это будущее за этим тоже. И так и трафик сокращается. И все такое. Это полезная вещь. А вот. А великанты, в принципе, да. В большом великий ездят как бы по дорогам общего пользования, по автомобильным дорогам. Потому что они, как бы, ну, мягко говоря, их не так много. Хотя официально считается, что в великанты очень большой квометраж велодорожек. Но, опять же, это за счет Сан-Хуана. Потому что там-то его много. Там много велодорожек, да. А в самом городе, как бы, их, ну, не очень много. Вот. Ну, решается это считается тем, что испанцы, как бы, они ездят по дорогам. Тут очень жесткие правила в плане велосипедистов всех. И, как бы, их нужно объезжать. Им нужно, в общем, человечески благоприятствовать на дороге. И, соответственно, решается тем, что, ну, люди просто ездят по дорогам и безопасно движение. Вот. Но это можно было бы, как бы, улучшить. Вот. И так, в принципе, и все, наверное. Вот. И я скажу так, что, в принципе, здесь очень много чего уже делается. Вот. В плане, несколько площадей там перестраивается. Там целую улицу тоже. Я все хочу туда дойти. Просто немножко далековато идти от меня. Я хочу сходить, показать вам, как бы, что там делается. Там целую улицу новую делают. Практически перестраивают. Там, с пальмами будет со всеми всяческими, там, иллюминации и все такое. Вот. Так, куда пойдем? Давайте здесь пойдем. Здесь мы еще не ходили с вами. Вот. Смотрите, какие подъезды интересные. Ну, пожалуйста. Вот такие вот подъезды есть. То есть, вот, вот это можно тоже какие-то... А, еще есть такой понятие, как дизайн-код на горло. Дизайн-код. То есть, когда одинаково какие-то вывески в едином стандарте, в едином стиле, которые напоминают о городе, да, то есть ассоциируется с ним. Ну, то, что в Париже хорошо реализовано. Можно, конечно, тоже это все, как бы, внедрять. Вот. Вот. Это вот такси из города Эльч, например. Эльч написано по Варенсиану. То есть, это не великантийское такси. Вот. Поэтому, в принципе, есть что улучшать. Да, вот есть такие минусы, можно выделить. Вот. А так, в принципе, у города особо вопросов других там уж нет. Вот. То есть, если вот эти все фасады были бы там разноцветные, такие яркие и постоянно вы их подкрашивали, да, как в Германии делают, там, или в Дании. Вот. Вот. То это был бы тоже, знаете, другой город немножко. Вот. Вот. Периодически они это все красят, конечно. Периодически они за этим следят. Но не везде. То есть, работа эта ведется немножко хаотично. Вот. Ну, вот на этом все. Свои такие мысли высказал. В целом, мне город очень нравится, конечно. Я сейчас говорю, что плюс это намного больше. Но просто вот какие минусы лично для меня, я вот сказал бы такие. Вот. Так что, всем пока. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.